Как известно, бейсбола здесь, на Дальнем Востоке, не особо много. Этот вид спорта культивируется буквально в паре городов. Собрать все местные выдающиеся коллективы получается только на этапе всероссийских соревнований – на зональных играх Дальнего Востока и Сибири. Этот турнир традиционный, проводится поочередно во Владивостоке и Хабаровске. В этом году очередь наша. Это часть чемпионата России. По результатам игр команда поедет на финалы чемпионата России. Там будут выяснять отношения с командами, которые в центральной части России по своим зонам выиграют соревнования. Поэтому это очень важно. Мы отбираем лучших игроков. Мы смотрим, насколько уровень наш подросток. Четырехдневные соревнования собрали на стадионе «Строитель» шесть команд из Владивостока, Хабаровска, Находки, Чугуевки и Благовещенска. На поле коллективы выходили самыми разными составами. Например, прошлый хозяин соревнований Хабаровск привез в этот раз молодежь. Говорят, что такие встречи для начинающих бейсболистов – отличный опыт, тем более под конец сезона. К слову, в прошлом году именно «Амурские тигры» стали чемпионами этого турнира. Получилось, что хозяева «Хабаровская» команды «Амурские тигры» стали чемпионами. Драматическая игра была финальная. Шесть-два мы победили. В этом году, я думаю, приморская команда в полном составе должна победить. Приморцы действительно подошли к играм во всеоружии. Уже на стадии отборочных матчей «Тигры» показали себя во всей красе и уверенно вышли в финал, где довольно символично в день «Тигра» сошлись с другими кошачьими из Хабаровска. Приморцы и здесь не дали слабины. Завершили матч досрочно победой при счете 13-3. Такое рвение к победе оправдано совсем скоро Владивостокскому клубу предстоит выступить и на международной арене. «Будем в этот раз выступать в Гонконге уже как национальная сборная. То есть нам дали карт-бланш, чтобы мы в Азии представили в этот раз турнир как российская сборная. Мы будем играть с национальными командами, поэтому для нас очень важно эти наигровки. Мы сейчас устаканиваем состав как раз перед этим соревнованием. Соботно кого брать, кого не брать». Напомню, что теперь победителя турнира ждут всероссийские игры, которые пройдут в 2018 году. Куда отправятся местные тигры на чемпионат или Кубок России, покажет время и финансы. А пока сезон бейсбола во Владивостоке окончен, и возобновится он уже после зимы. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.